Доброе утро, уважаемые коллеги! Я рада вас снова приветствовать в этом зале. Мы продолжаем работу нашей конференции. Мы вчера неоднократно упоминали о важности морфологического исследования операционного материала при опухоли Вильмса. И сегодня первое наше сообщение посвящено как раз этому вопросу. И Анна Михайловна Митрофанова из ФНКЦ имени Димы Рогачёва, собственно, сделает нам сообщение об этом. Прошу. Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодняшний день мы начнем основным этапом работы с опухолями почек у детей под морфологическим исследованием. Хочу еще раз напомнить то, о чем много раз говорилось вчера о классификации опухоли почек у детей, включенных в протокол СИОК, по которому мы все работаем. Но я бы хотела сказать, что это, скорее всего, стратификация групп риска, а не классификация, потому как мы знаем, что не столько нефробластома и опухоли, представленные здесь, встречаются у детей, а также варианты более редких опухолей, о которых мы сегодня поговорим вскользь. Итак, пациент закончил хирургический этап своего лечения, произведена нефрактомия. Что же делать с материалом дальше? Основными этапами являются взвешивание, измерение невскрытой почки всех ее размеров и подробное описание макроскопической картины, все, что мы видим по периферии. В идеале фотографирование материала. Если нет возможности сфотографировать, чтобы предоставить морфологу, который будет пересматривать материал, то необходимо как можно более подробное описание макроскопической картины. В таком виде должна поступить в лабораторию почка, невскрытая, со всеми лигатурами, которые оставляет на почке хирург. Желательно в направлении указывать, зачем эти лигатуры оставлены. Возможно, хирург интересует прицельно какие-то смущающие его моменты. Следующим этапом идет выделение лимфатических узлов из ворот почки. Пометочка «не всегда», потому что не всегда мы можем их там найти. Тогда нам помогут лимфатические узлы, которые хирург доставляет отдельно в отдельном контейнере с маркировкой. И отдельным моментом выделяются края резекции артерии вены и мочеточника. Края резекции мочеточника наиболее дистальной. Маркировка краев резекции. Это нужно не потому, что нет возможности оценить края резекции и без краски, но это упрощает задачу в случае, если множество фрагментов опухоли выделены из середины, они с поверхности, не с капсулой. Выполняется продольный разрез от полюса к полюсу почки с последующим макроскопическим описанием и также в идеале фотографированием. Хочется отметить на данном слайде, что после продольного разреза мы видим, что почка внутри и опухоль, в частности, недофиксированы. На этом этапе обычно две половины почки уходят в дополнительную фиксацию, которая может занять от 4 до 12 часов. Иногда мы оставляем почку фиксироваться на сутки. Чуть-чуть удлиняет этап диагностики, но тем не менее хорошо фиксированный материал дает возможность получить качественный препарат, оценить в полном объеме морфологию опухоли. Еще один пример того, как может выглядеть опухоль почки. Большое количество некрозов, которые также затрудняют процесс вырезки, потому что опухоль дряблая и нуждается в дальнейшей фиксации. Весь процент некрозов мы должны указывать в макроскопическом описании, то, что мы видим визуально. То, о чем говорила вчера Маргарита Борисовна, измерение опухоли в трех проекциях, что даст возможность в дальнейшем посчитать ее объем и в последующем также посчитать объем бластемного компонента при его наличии с целью определения прогностических данных этой опухоли. Основные принципы гистологической оценки материала очень много позиций. Обо всем этом я скажу чуть позже более подробно. Исследование, по крайней мере, одного продольного слайса или пластины опухоли. Этого вполне достаточно, чтобы полноценно оценить всю морфологию. Исследование различных очагов опухоли лимфатических узлов синуса или доставленных отдельно. Обязательно почечная лоханка, жировая ткань, паранифральный мочеточник и сосуды синуса. И все, что написано здесь дальше. Отдельно хочу сказать про капсулу почки. Все мы помним чудесную фразу что фиброзная капсула снимается с поверхности почки легко без потери паренхимы. Про это нужно забыть, потому что тут уже все равно, как она снимается с поверхности почки, если у ребенка опухоль. После того, как выделен продольный слайс, формируется так называемая карта блоков, в которой помечаются номера блоков, соответствующие каждой кассете. И эта карта в дальнейшем нам поможет сопоставить гистологическую картину с макроскопической картиной и ускорит процесс постановки диагноза. Еще один пример того, как должна выглядеть карта блоков. Это еще необходимо для того, чтобы предоставить патологу, интересующимся этим материалом, на пересмотр всю возможную информацию. Иногда случаются ситуации, в которых совершенно непонятно, какая задача стоит перед нами. Уретро-нефректомия, произведенная ребенку и доставленная в лабораторию в двух пробирках по 10 мл. С уровнем формалина, который не прикрывает, наверное, на сантиметр верхнюю часть доставленного материала. И суммарно из двух пробирок мы видим 7 фрагментов, в которых нет ни капсулы, один фрагмент ткани нормальной почки, нет почечного синуса. Что с этим материалом делать, совершенно непонятно. И что от нас хотят, тоже неясно. Но на правительном диагнозе звучит совершенно странная вещь. Тотально некротизированная нефробластома против диффузной аноплазии. Два кардинально противоположных диагноза, две противоположные группы риска, как лечить пациента, совершенно непонятно. В данном материале был тотальный некроз, но если звучит диффузная аноплазия, мы вынуждены отсрочить этап финализации диагноза, запрашивать блоки, на основании которых был поставлен диагноз диффузной аноплазии, запрашивать дополнительно оставшийся фиксированный архив, чтобы полноценно исследовать материал и исключить достоверно наличие аноплазии. Итак, суммиро вышесказанное измерение, продольный разрез, дополнительная фиксация. Здесь я хочу отметить вот этот слайд, на котором показано, что если мы не видим макроскопические опухоль после первого разреза, делаются продольные срезы толщиной не более сантиметра, в которых, возможно, визуализируется опухоль с дальнейшим картированием блоков. И, собственно, вот пример того, как выглядит препарат и как выглядит блок, и мы четко понимаем, что мы можем каждый фрагмент сопоставить с макроскопической картиной. И, на самом деле, куда приятнее смотреть не вот этот мелко нарубленный материал, а приличного размера фрагмент. на стеклах мы можем делать любые пометки, которые нас интересуют, дабы после просмотра 20-30 стекол мы точно смогли вернуться к нужному стеклу и понять, что мы видели в каждом стекле. В идеале, конечно, изготовление мегаблоков с приготовлением мегасрезов на мегастеклах, но, тем не менее, если нет возможности, и обычные стекла подходят с пометками. Итак, основной опухолью почек у детей, как мы выяснили, является нефробластома, впервые описанная более чем 100 лет назад Максом Вилмсом. Немножечко эмбриологии, чтобы не путать понятия, подменяемые часто друг другом, нас интересует метанефрогенная бластема из предшественников вторичной почки. Не нужно путать с мезонефрогенной стромой, не грубая, но, тем не менее, ошибка. Это основная теория возникновения и развития нефробластомы у детей на основании остатков нефрогенной бластемы. Здесь мы видим, как развивается и дифференцируется почка от нефрогенной стромы. На 16-й неделе и до 26-й недели практически сформированная почка. Остатки нефрогенной стромы персистируют до 30-й недели и после 30-й недели эмбрионального развития они должны полностью дифференцироваться в ткань почки. Если этого не происходит, они персистируют и в дальнейшем дают развитие вероятное нефробластоме. Итак, нефробластомы. Опять же, много вчера говорили о группах риска и по идее все, что нужно знать онкологу, это тип и группу риска. Но тем не менее, мы должны указывать в процентах все, что мы видим, начиная от некрозы, заканчивая бластемой, сертифицировать по типам нефрогластомы и так далее. Тотально некротизированная 100% некроза никакой витальной опухоли. Если есть хотя бы 1-2%, тут уже не идет речь о тотально некротизированном и низком группе риска нефробластомы, тут идет вариация на тему различных ее подтипов. И вспоминаю вчерашний слайд Маргариты Борисовны по поводу патоморфоза первой степени. Мы теперь, конечно, так не пишем, потому что патоморфоза первой степени это вероятнее всего процентов 10 некроза, все остальное витальная опухоль. Сейчас степень патоморфоза не указывается в заключениях. Обновленная патологическая часть протокола СИОПа 2016 года практически ничего не поменялось, за исключением того, что внесены некоторые коррективы по поводу того, что считать фокальной анаплазией, что считать позитивными и негативными краями резекции и соответственно третьей или второй стадии. И тем не менее, практически все осталось так же, как и было в предыдущей версии. Здесь отдельно красным я выделила пятую стадию нефробластомы, в которой каждая почка должна стадироваться и подклассифицироваться отдельно. Наша локальная стадия это с первой по третью. Все, что мы можем сказать по поводу четвертой или пятой стадии, только если мы их видим непосредственно визуально и можем посмотреть и исследовать. Что считать терапевтическим патоморфозом? Патоморфоз, частью его является некроз с инфильтрацией пенистыми макрофагами в толще собственного поля пенистых макрофагах. Если мы сомневаемся в том, что это действительно макрофагальная инфильтрация, всегда есть возможность сделать исследование дополнительное и выяснить, что действительно это патоморфоз. Склероз, гемосидероз и иногда встречается выраженная осификация, требующая даже докаллицинации с формированием остеоидоподобного вещества по периферии клеток в данном случае остатков нефрогенной стромы, в которых бластема ответила на терапию. Нужно быть осторожными с наличием зрелых тубулярных структур в пределах терапевтически измененной ткани опухоли, потому что они могут являться остатками нефрогенной стромы, и это не должно приниматься за витальную опухоль, и, соответственно, не должно не повышать стадию, не изменять тип опухоли. Что считать анаплазией? Противоположная история тотального патоморфоза. Должно быть выполнено три основных условия. Увеличение в размерах ядер больше, чем в три раза по сравнению с окружающими клетками бластемы, эпители, или стромы, гиперхромазии ядер и наличие патологических фигур метозов. Увидев такое поле зрения, назвать анаплазией это нельзя, потому что гиперхромные ядра увеличены в размерах, но, тем не менее, мы не видим ни одного патологического метоза. В данном случае это будет называться неспокойными ядрами и не более. Чтобы выставить диагноз анаплазии, мы должны увидеть патологические фигуры метоза, как здесь. Это упрощает сразу задачу анаплазия и так далее. Стадирование. Со стадии 1 все обычно понятно, опухоль локализуется в почке, не инвазирует почечный синус, не выходит за пределы фиброзной капсулы, не выходит за пределы капсулы почки и так далее. Хочется остановиться на тех моментах, которые могут быть, но не должны приниматься как за инвазию. Это протрузия опухоли в лоханке, что может вызвать и гематурию в том числе. Тем не менее, если мы видим наличие опухоли в лоханке, то это называется протрузией и ни в коем случае не инвазией. Что касается биоптатов. Единственным возможным биоптатом, который должен быть доставлен в лабораторию, это является игольный биоптат минимально. Мы не говорим сейчас о кленовидной резекции, о кленовидной биопсии и так далее. Игольный биоптат предподразумевает под собой наличие какого-то объема ткани, достаточного для гистологического исследования. Аспирационная биопсия и цитологическое исследование хороши для жидкостей. И в нашей ситуации это не очень хорошо, потому что если есть хоть какое-то количество строма и бластема и эпителия, то это все может не попасть в аспират. Соответственно, только трата времени теряем возможность быстрой постановки диагноза. Хочу сказать, что игольная биопсия ни в коем случае не повышает стадию ни с первой, ни с второй до третьей. Отсутствие инвазии опухоли в почечный синус. Мы можем найти в тканях почечного синуса опухоль с патоморфозом и наличие неких тубулярных зрелых структур, которые не должны восприниматься как витальная опухоль, потому что могут также являться остатками нефрогенной стромы. И в большинстве случаев за истинную инвазию считается наличие исключительно бластемы в мягких тканях почечного синуса. С эпителием нужно быть осторожными и смотреть на выраженность дисплазии, анаплазии в клетках и так далее, чтобы не повысить стадию. Что же считать почечным синусом? В тканях почечного синуса помимо соединительной и, возможно, жировой визуализируется большое количество кровеносных сосудов, но этого недостаточно. Обязательно мы должны увидеть нервы. Если мы видим, что в препарате есть нерв, то мы можем с высокой долей вероятности и даже на 100% сказать, что это почечный синус. Только наличие нервов в препарате дает нам возможность об этом сказать. Стадия 2. Вы все знакомы с протоколом, останавливаться на нем не буду. Хочу сказать лишь одно. Только витальная опухоль считается значимой для второй стадии. Таким образом, для тотально некортизированной нефрогластомы не существует второй стадии. Даже если мы видим патоморфоз в синусе, в краях резекции, в паранефральной клетчатке, это не стадия 2. Первый пункт. Витальная опухоль визуализируется в паранефральной клетчатке. Вроде бы все прекрасно. край резекции почки, паранефральная жировая ткань и опухоль локализуется в ней. Но присмотревшись, мы понимаем, что вот она фиброзная капсула почки, за пределы которой не выходит ткань опухоли. Жировая ткань, возможно, являющаяся частью терапевтического патоморфоза, присутствует непосредственно в ткани почки. Мы ее можем найти в более глубоких отделах, а также окружающую очаги и поля опухоли. И тут нужно быть тоже очень внимательным, потому что в данном случае мы видим не опухоль, мы видим остатки нефрогенной стромы. И наличие остатков нефрогенной стромы даже в паранефральной клетчатке не будет повышать стадию до второй. Инвазия опухоли в мягкие ткани почечного синуса. То, о чем я говорила, нерв и опухоль неинкапсулированная, инвазирует мягкие ткани. Это тот слайд, который мы видели чуть ранее. Наличие патоморфоза даже вблизи от нерва не дает нам возможности выставить вторую стадию. Инвазия в стенке крупных сосудов почечного синуса стадия 2. Стадия 3. Опять же, несколько основных моментов, на которых я остановлюсь. в крае резекции мы видим маркировочную краску и наличие витальной бластемы 100% стадии 3. О чем я говорю, как важно иметь карту блоков и маркировать края резекции, потому что мы понимаем, что это за фрагмент, где он находился макроскопически, и можем четко сказать, что да, это поверхность почки, и да, это край резекции. метастазы в любые лимфатические узлы, которые должны быть обязательно, конечно, доставлены, как уже мы много раз говорили, это витальный эпителиальный компонент в пределах синуса лимфатического узла. Пре- и интероперационный разрыв опухоли, который должен быть фиксирован и маркирован краской, опухолевый тромб в нижней полой вены, удаленный частями. Если он удален полностью без нарушения целостности стенки, как вены, так и собственно тромба, мы говорим, что это стадия 2. Удаленный частями стадия 3. Но тут важный момент, все должно обсуждаться с хирургом, потому что бывают ситуации, когда выделяя сосуд, хирург его подтягивает, пересекает, и в дальнейшем после фиксации сосуд сокращается, и визуально тромб локализуется в крае резекции. Это все обсуждается с хирургами. Если он говорит, что да, так было, я удалил все полностью, мы должны этому доверять, потому что стадия 3, мы знаем, это более агрессивное лечение, подвергать этому ребенку совершенно не хочется. остатки нефрогенной стромы то, что вызывает всегда большие сложности у некоторых коллег, и у меня в том числе, потому что не всегда можно отличить остатки нефрогенной стромы от, собственно, нефробластомы, потому что если мы видим вот такую ситуацию, тубулярные зрелые структуры в склерозе после терапии расположены субкапсулярно, да, с этим ситуация понятна, это легко, это просто. Если мы видим вот такой одноматоидный очаг, также окруженный тубулярными структурами, очень часто возникает подозрение, что это эпителиальная нефрогластома, развивающаяся на фоне нефрогластоматоза, это не так, потому что здесь мы не найдем ни одного метоза, здесь будут ровные аккуратные клетки, которые являются частью остатков нефрогенной стромы. Вариабельная гистологическая картина может наблюдаться, может быть как диффузный нефрогластоматоз, распространяющийся субкапсулярно, так и такие округлые соленные очаги, в том числе кистозный вариант остатков. Вот это все остатки нефрогенной стромы с четкими границами, с наличием бластемов толще, и хочется отметить, что после терапии по периферии этих округлых очагов не будет капсулы, что даст нам возможность также высказаться в пользу остатков нефрогенной стромы. Один из примеров опухоли, что считать остатками данный эпителиальный компонент или то, что располагается в правом верхнем углу. На большем увеличении мы видим совершенно разную картину аккуратные зрелые трубки в остатках нефрогенной стромы и анаплазированная эпителиальная нефробластома. Игольный биоптаз. Что нам дает возможность игольная биопсия? Она нам дает возможность оценить морфологию опухоли, увидеть наличие компонентов нефробластомы, возможно, потому что мы знаем, что остатки нефрогенной стромы гистологически сформированы из тех же самых элементов, из которых сформирована нефробластома. Мы можем провести иммуногистохистемическое исследование со специфическими маркерами, такими, как СИКС-1, который эксплисируется ядерно и позитивен исключительно в бластеме, как дифференцирующейся, так и недифференцированной. Мы можем сделать исследование с панцитокератином и увидеть дифференцирующуюся бластему в эпителии, эпителиальные структуры и не более. Возможности игольной биопсии дают нам возможность высказаться только о том, что это либо нефрогластома, либо это нефрогластома. Данные о типе, стадии, о чем-то еще мы предоставить онкологом не можем. Это нефрогластома или что-то другое. Еще один пример того, как игольная биопсия на самом деле может помочь. При всех сомнениях, как уже говорил вчера, выполняется игольная биопсия, если клинический опухоль ведет себя не как классический Вильмс. В данном случае мы видим, что на границе с тканью почки есть инкапсулированная веретиноклеточная опухоль, которая при большем увеличении выглядит абсолютно непонятно, потому что не специфично, с какими-то расширенными сосудами, может быть, местами щелевидными. И это опухоль негативной ИКВТ1, ИКСХ1. Что же делать дальше? Должны быть какие-то маркеры, которые позволят нам дифференцировать эту веретиноклеточную ткань. Одним из таких маркеров является как ни странно панцитокератин, который будет экспрессироваться как в эпителии канальцев нормальной почки, так и в канальцах, которые могут быть вмрованы в опухоль. Вот они среди веретиноклеточного компонента мы видим два мелких канальца. Тоже не дает четкого понимания, что же это за опухоль, потому что мы знаем, что такие канальцы субкапсулярно в опухоли мы можем найти и в метанифрогенной в врожденной мезогласной нефроме и в светлоклеточной саркоме почки. Одним из хороших таких антител для дифференциальной диагностики является циклин Д1, который будет гиперэкспрессироваться в светлоклеточной саркоме почки. В норме он экспрессируется в эндотелии сосудов чуть более бледно. Здесь гиперэкспрессия во всех клетках. Мы можем предположить, что это светлоклеточная саркома. Если это укладывается в клиническую картину, онкологи думают дальше. В данном случае диагноз был подтвержден послеоперационно. Еще одним из случаев, которые я хочу вам представить, является опухоль от ребенка 17 лет с такими розетками с солидными скоплениями в некротизированной ткани амплазированных крупных клеток. Негативно к панцито кератину. Что мы можем предложить? Светлоклеточная саркома и, конечно же, не врожденная мезобластная анифрома, потому что ребенку 17 лет, это поздно для него. Экспрессия циклина Д1. Да, не гиперэкспрессия, но тут нужно делать скидку на иммунореактивность материала, большое количество некрозов и так далее. ФЛИ-1. Да, мы видим, что некоторые ядра, так же, как в эндотелии сосудов, экспрессируют ФЛИ-1 и СД-99. Классическое сочетание ФЛИ-1 и СД-99 для саркома и Юинга. Однако циклин Д1 не позволяет нам все-таки исключить светлоклеточную саркому. В данном случае нам помогло генетическое исследование, генетическое исследование была выявлена перестройка гена ЕВСР. Редкая опухоль в почках, но тем не менее все возможные исследования были проведены, диагноз был выставлен. И тем не менее, имея и генетику, и иммунодистохимическое исследование, основным этапом является, конечно, световая микроскопия, потому что большую часть опухолей почек педиатрических можно дифференцировать исключительно на этапе световой микроскопии. Здесь вашему вниманию предлагаются три абсолютно похожие друг на друга опухоли, кистозные с небольшим стромальным компонентом. И хочется сразу сказать, что не все то нефрогластома и не все то кистозная нефрома, что попадает к нам в таком виде. В данном случае это был смешанный вариант врожденной мезобластной нефромы. Мы видим пальцевидное давление в паренхему почки вересина клеточного компонента и клеточный субстрат второго клеточного компонента. Наследственная кистозная дисплазия без четкой границы с паренхемой почкой, множественные кисты, высланные канальцев эпителием. И кистозная нефрома, в которой мы видим отсутствие в септах каких-либо очагов как гластема, так и эпителия, уплощенной эпителии выстилающей кисты и внутри кистозной бесклеточной матрицы. И вот это основной вопрос, который хочется всегда задать любому подморфологу, сколько времени вы готовы потратить на почку от момента ее поступления в лабораторию до выхода окончательного диагноза. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Анна Михайловна, у кого-нибудь есть вопросы? Почему-то морфологические доклады редко вызывают много вопросов у клиницистов. Тем не менее, я задам вопрос, который меня лично интересует. Каковы изменения произошли в определении фокальной анаплазии? Да, извините, я это не упомянула. Четко определились размеры очагов, которые должны визуализироваться. Это должно быть не более двух узлов в диаметре не превышающем полтора сантиметра. Два очага полтора сантиметра фокальной анаплазии. Все, что больше три очага, это уже диффузная анаплазия. Спасибо большое. И хочется еще ремарку сделать по поводу краев резекции, которые я упомянула. Если в крае резекции мы видим ткань с терапевтически индуцированными изменениями, а чуть глубже локализуется витальная опухоль, допустим, бластема, то если бластема располагается более чем в 5 мм от края резекции маркированного краской, в котором есть терапевтический патоморфоз, если это расстояние больше 5 мм, то это не считается позитивным краем резекции. Если это расстояние меньше 5 мм, то есть чем ближе к краю, то это считается позитивным краем резекции и это стадия 3. То есть вот такие моменты были уточнены в данной версии. Большое спасибо. Ну, очень много есть нюансов действительно в этом исследовании. это скрупулезная работа. Спасибо вам большое за ваше сообщение. Спасибо.